Эхей, друзья, всем привет! Вы на канале Вот Так, а мы с вами на горе Айпетри. Ура, 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 случилось. И мы приехали сюда, как и множество других туристов, чтобы насладиться всеми вот этими шикарными видами. Давайте этим и займемся. Мы начинаем. Блин, приехали на эту канатку, зачем? Опять напишут в комментариях, что по самым раскрученным местам ездим. Еще 400 рублей человек. Что мы здесь будем делать? Что-нибудь денег стоит миллион? Еще очередь стоять. Блин, вообще приперлись. Поперлись. Мы начинаем. Начали мы наш выпуск не случайно с этого места, потому что за моей спиной вы видите узнаваемый трезубец. Это такая своеобразная крымская корона. И многие ее знают. На открытках ее часто публикуют. Помимо Ласточкиного гнезда, что-то еще. Поэтому вот такое знаковое место. Мы сейчас начинаем. Кстати говоря, знаете что, должен обратить внимание? Мы когда ехали снизу на канатной дороге. Там очень много зазывал. Это я вам сразу предупреждаю. Который предлагает подняться сюда на машине. Типа экскурсия там по каким-то местам. 200 рублей экскурсии и 400 рублей подъем. То есть 600 рублей с человека. Канатная дорога стоит 400 рублей с человека. И они говорят, что типа долго ждать. Ну вот мы стояли сколько? Ну максимум 25-30 минут наверное, да? Нет, но в сезон может быть и дольше. Может быть, да. Но просто вы прежде чем согласятся. Сходите на станцию. Посмотрите много ли там людей. Каждые 15 минут забирает кабинка. Ну где-то по 25-30 человек. Хотя не очень удобно ехать, если честно. Мне не понравилось. Потому что как-то один раз я уже путешествовал. Там было мало людей. И можно было насладиться всеми этими видами. А тут стоишь как селедка в бочке. А в сезон наверное еще больше. Минус. Является уникальным инженерным сооружением. Обширное крепление маски должно прилегать к крыльям носа. Не дотрагивайтесь до наружного слоя маски руками. Мне не дает говорить вообще постоянно. Сразу после использования необходимо аккуратно снять и выбросить маску в урду. После чего вымыть руки или обработать их дезинфицирующим средством. Термометрия тепловизорами. В соответствии с требованиями Роспотребнадзора и для вашей безопасности... Так, что мы знаем про гору Айпет-3? Ну, прежде всего то, что высота вот этого плато, на котором мы сейчас находимся, над уровнем моря 1234 метра. Представляете, какое высота тема. И, кстати говоря, предупреждают внизу, что надо с собой брать теплые вещи. Вот здесь вообще не холодно. Внизу было 25 градусов, говорят, что на вершине минус 8. На самом деле это не так. Достаточно комфортно. Написано было 18. Да, но не 18, согласись. То есть так-то достаточно тепло. Поэтому верхнюю одежду можете не брать с собой. Название горы переводится как Святой Петр из греческого, а и Святой Петр, это Петр. И по легенде здесь раньше находился храм Святого Петра, но он до нашего времени не дожил. Подождите. Ну, что там Петр-то? Храм здесь был, говорят, греческий. Святого Петра. Да, но он уже не дожил, поэтому название горы Айпеты. А сама гора, она на самом деле, это был раньше морской риф. Много-много миллионов лет назад, когда здесь было полностью все затоплено водой, океаном. Вот, это был риф. И вот через много лет он стал такой вот горой, по которой мы сейчас карабкаемся. Преодолели отметку в 200 метров, а такое ощущение, что прошли уже, не знаю, там, километра два. Ну, в гору тяжело, конечно. Но самое страшное, это с горы еще. Нам-то в гору не привыкать. Ну, с горы там, что, кубарим, кубарим нормально. Лечь и катиться. Вот. А что рассказать-то еще? Спрашивал что-то. Ну? Ну, сейчас поднимемся туда, и все остальное там уже сказано. Там нужно дойти до следующей точки. Что-то я забыл совсем, что здесь надо в горду лезть, в шлепках поперся. А я забыл, зачем же за полезный? За счастьем. Видишь, все лезут, всем нужно счастья. Субтитры сделал DimaTorzok Мы сделали это. Вот так вершина покорена. Ура! На самом деле тяжело сейчас лезть. Не жарко, но тяжело, потому что склон очень был пологий. И ноги скальцовут. Ну, короче, все. Все очень... Смотрите, здесь есть интерактивные всякие штуки. Спуск на вот это вот, на веревочной и канатной дороге полторы тысячи рублей. Лестницы в небесах там сейчас потом вам покажем. Семьсот рублей. А все остальное бесплатно. Спуск, подъем. Бесплатно. Ах, красота. Все, я сел, больше никуда не пойду. Я вспоминаю, когда лет 20 назад был здесь на Айпетре, а здесь вот на месте этого флагштока стоял крест деревянный. И туда все повязывали, ну, когда приходили на эту вершину, повязывали платочки. Ну, либо там ниточки, ленточки. В общем, было так прикольно, эпически такое зрелище. Ну, а сейчас флагшток с российским флагом. Еще раз скажу, что мы, как настоящие туристы, приперлись в шлепках в эту гору. А так мы могли бы сейчас пройтись по этой лестнице. Ой, жалею, что мы не подумали об этом. Зато теперь вы будете знать наверняка, что нужно брать с собой удобную обувь. И все, у вас получится. Прогуляйтесь по лестнице, не знаю, как ее назвать, лестница в небеса. Прикольно. Еще один крест, видите, на скале стоит. Он не просто так здесь стоит. Многие спрашивали, почему, ну, когда экскурсии вводят, спрашивают, почему там крест. Когда еще не было вот этой вот канатной дороги, лестницы, его установили во время... Сервасы кто-то? Нет, во время съемок фильма «Дети Капитана Гранта» в 1936 году. Так что вот вам еще одно кинематографическое место Крыма. А оно в кино есть? Наверное, есть. Не просто так же его сюда устанавливали. Так, пока спускаемся, еще поделюсь с вами одним воспоминанием. Ну, вместо того, чтобы смотреть под ноги, я делюсь с вами воспоминаниями. А я вообще... Вот, смотрите, пока остановимся. Вот там вот, видите, грибы такие, ну, как белые. Это метеостанция. Когда я был помоложе, поспортивнее, лет 40 назад. Вот, мы, короче, отдыхали здесь с друзьями. И мы дошли, вот, представляете, пешком. Отсюда вот до туда. Там вообще, конечно, виды шикарные открываются. И попали на территорию. Она была огорожена, ну, были ворота какие-то, они были открыты. Ой. Мы дошли, и прям, только мы вступили на эту территорию, такой голос, знаете. Это закрытая территория. Громко говорите, да? Да, да. Мы так испугались, думали, что нас потом не посадят на эту, на дорогу, потому что потом ходили, шифровались, думали, сейчас оштрафуют. Ну, все, обошлось. Но мы там побывали. Факт остается фактом. Слушайте, стоя здесь на краю, хорошо, что здесь есть вот такая вот перилка. На краю шатаешься. Перилка жиденькая, да. Вот. Но все равно, конечно, очень страшно. Прям сводят некоторые части тела. Все, курс молодого бойца пройден. Голицынская тропа пройдена. Крепость какая-то генуэзская пройдена. Ай-Петри покорено. Поэтому можно себя наградить. Черт чехалый. Стоит 100 рублей. Свежая там. Так, ну что, все. Мы закончили с просмотром и лазанием по горам. Не знаю, как у нас получилось. Нам тяжеловато удалось. Но на самом деле нормально. На самом деле нормально. Если идти не обедом. А у нас сейчас время обеда. Поэтому мы сейчас спускаемся вниз. И идем уже... Как это? Восполнять те калории, которые были потрачены на восхождение. Ой, там мы были. Спустились мы вниз горы, друзья. Но что можно сказать? Не ожидали мы, честно говоря. Ласточкино гнездо закрыто в этом году на реконструкцию. Поэтому виды открываются только вот с этой смотровой площадки. Что делать? Придется восполнять пробел какими-нибудь другими красотами. А какими именно, скоро узнаете. Друзья, мы приехали еще в одно знаковое место. Но прежде чем насладиться всей красотой, буду жаловаться на парковку. Слушайте, во все туристические места в Ялте парковка платная. Минимальное, что мы заплатили, это 100 рублей. Вот когда остановились, чтобы издалека посмотреть на Ласточкино гнездо. А, допустим, когда мы ездили на Айпетре, и вот сейчас, когда приехали, 300 рублей. Представляете, 300 рублей парковка стоит. Ну, дороговато, я считаю. С другой стороны, я понимаю, что это туристический бизнес. И от этого никуда не деться. Ну, а мы с вами, друзья, все-таки приехали наслаждаться красотой. И опустим все это, потому что нас впереди ждет отличный дворец. Дворцы же мы любим. Поэтому сейчас прогуляемся. И уже когда дойдем до дворца, буду о нем рассказывать. И показывать. Ура, друзья, еще одно место классное, которое я тоже очень хотел посетить. Это Воронцовский дворец. Да-да. А многие, кстати говоря, если мы опять переключимся немножко на кинематографическую историю Крыма, то в этом дворце, вообще на всей вот этой территории, тут еще и парк Воронцовский, и дворец. В общем, здесь снимали, это из недавнего, мюзикл, который назывался «Женима Фигаро». Помните, такой там были в главных ролях Киркоров, Стоцкая, Сердючка. В общем, такой знаковый был фильм. Не помню, в каком году он был снят. Но, в общем, все здесь снимали. Вот, и я прямо сейчас смотрю на улицу туда, и узнаю, когда там шло шествие, когда была свадьба Фигаро. Вот. И еще здесь снимался еще один знаковый фильм, но это я расскажу чуть-чуть попозже, когда мы дойдем до определенного места. А сейчас идем и будем наслаждаться вот этой всей стариной. Ой, прям переполняет меня прям все. Мне здесь нравится уже. Да мы еще не можем определиться, платно здесь или бесплатно, потому что пока вот зашли вот только на эту территорию. Ну, я так пока не буду говорить вам, чтобы не апеллировать недостоверно. А вот касса. Да, сейчас вот и посмотрим заодно. Режает, наверное. Так, короче, значит, если гулять просто по территорию, то бесплатно, и по парку тоже бесплатно. А если брать экскурсию, то 400 рублей стоит для взрослого в этот самый, во дворец, и 100 рублей экскурсия по парку. Нам экскурсии не нужны, мы сэкономим. Так, мы сейчас идем с вами по Шуваловскому проезду. Дочка Воронцова была замужем за Шувалова. Где-то здесь находились ее апартаменты. Поэтому называется Шуваловский проезд. И здесь, кстати говоря, тоже знаковая вот эта вот лестница сзади меня. Ну, как бы балкон, переход с одного здания на другой. Там тоже снимался один из эпизодов этого мюзикла, о котором я вам уже сказал. Эй, я хочу наверх. Чем известен господин Воронцов? Богатый товарищ был, видимо. Не просто так же такие дворцы он себе построил. Друзья, я не претендую на роль экскурсовода. Я то, что вижу, то вам и повествую. Если, допустим, я прочитал где-то какой-то интересный факт, я его выдаю. Поэтому не надо, некоторые наши зрители пытаются обвинить меня в недостоверности источников. Друзья, пишите комментарии, ваши рассказы. И люди будут читать и выбирать для себя, что для них интереснее. То, что я рассказал. Какая правда нужна. Поэтому я, честно говоря, пока еще не знаю ничего про Воронцова, но ближе к середине экскурсии что-нибудь да узнаю. Поэтому обязательно что-нибудь расскажу. Несколько фактов, друзья, которые я нарыл. Значит, Михаил Воронцов, он был герой войны 1812 года. Генерал-фельдмаршал. Соответственно, вы понимаете, что на такой должности жалование было наверняка очень хорошим и приличным, как и сейчас. Поэтому он мог себе позволить такие замки на берегу Черного моря. Как это не прискорбно, друзья, но за бесплатно ничего не увидишь. Поэтому пришлось купить билеты по 400 рублей и идти на экскурсию во дворец. Потому что хочется же насладиться красотой и все это вам показать. Ну, ладно, не каждый же день мы ходим по таким дворцам, поэтому можно потратить, тем более, здесь. Надеюсь, что оно стоит того. Прикольно. Это гардероб. Здесь громко нельзя разговаривать, поэтому... Все, 19 века, ничего трогать нельзя. Комната самого Воронцова. Вот, кстати говоря, на портрете. Здесь прикольно. Мне нравятся здесь вот эти окна, которые выходят на IP3. Вообще классно. И что еще? Вот это вот все, короче, в принципе, обои, они восстановлены. То есть это не настоящие, которые были при Воронцове, а их уже восстановили. Поэтому вот так все. Идем дальше в комнату его жены. Все мрачно. Это дерево. Ну, я бы не смог такому жить. Меня угнетает. Даже вида на IP3 не радует. Но там сейчас будет дальше светлее. Так прикольно, говорю, вот это было сзади меня то, что это сцена. А здесь был зрительный зал. Там стоит рояль. Люди собирались. Даже здесь был занавес. Вообще круто. И здесь уже светло, наконец-то. Прекрасный обеденный зал. Нам такой подходит. Из всего дворца мне понравился только зимний сад и вот этот обеденный зал. А на самом деле все очень темно. Как-то, не знаю, я говорю, с такими видами, мне кажется, здесь должно быть такое было все светлое. В таких светлых тонах, с золотом, как в Эрмитаже или как в Петергофе. А тут нет. Все очень по-деревянному. А еще здесь картины следят за вами. Какую бы сторону, говорят, не пошел, все увижу. Где хочешь, говорят, найду и не скройте. Горло перережу. Ну, честно говоря, как-то эту резиденцию мы не рассматриваем в качестве летней резиденции вот так канала. Поэтому не будем акцентировать на нее внимание. Нас больше интересует сад, к которому мы сейчас идем, потому что там еще одно знаковое место. Так, короче, друзья, здесь есть львы, тоже как и в Питере. Смотрите, здесь они символичны. Спящий лев, просыпающийся, потом возраст, и там, которые приходят в замок, они уже охраняющие. Друзья, вот такой получился у нас замечательный выпуск. Посетили такие знаковые места рядом с Ялтой. Что можно сказать? В принципе, мы получили то, что, в общем, хотели получить. Надеюсь, и вы тоже. Получилось у вас насладиться той красотой, которую мы вам показали. Мы старались. Поставьте нам лайк, напишите комментарий. Все это способствует продвижению видео. А также наш хэштег ВотТакChannel, по которому всегда найдете прошлое видео и будущее. Потому что мы продолжаем наше путешествие, и всего впереди будет много. На этом все. Пока-пока. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...